Мы сегодня в лес, сейчас я потом разверну камеру. Думаем немножко собрать, может грибочки какие-нибудь нам попадутся. Я иду по одной стороне леса, Витя идет по другой стороне леса. Вот с моей стороны только пока, что одни поганки вон они растут. Не знаю, что там Витя на той стороне нашел, сейчас пойдем посмотрим. Пошел на ту сторону леса. Вот, а мы тут ходим. Вообще какие-то поганок очень много, грибов. Сейчас посмотрим. На той стороне там просто березы растут, а мне кажется есть вариант что-то найти. Сейчас посмотрим. Белых польских и один под березовик. Один под березовичек. Это вот он по той стороне ходил. Да, мы со Стешей ходили в ту сторону, там только одни поганки. Надо глубже туда зайти. Такой пакетик. Не знаю, на суп может быть и наберем, конечно. Пошлите дальше, да Стеша? Пойдем дальше сейчас. Вот в общем я и разверну камеру, как обещала. Выходили мы, набирали немножко грибочков. Будем выходить из леса, я покажу сколько мы набрали грибов. Вот. В общем-то, о чем я сегодня расскажу? Я начну с того, что наконец-то выбрала удобное время записать видео, потому что сегодня с утра мне было немножко плоховато. У меня в последнее время какое-то низкое давление. У меня вообще нормальная 120 на 60. А сейчас почему-то 10 на 70, а сегодня вообще 90 на 50 было. Я вообще не могла встать. Я лежала, очень плохо себя чувствовала, у меня окружилась голова. Потом я решила выпить немножко, совсем чуть-чуть кофе с молоком. Выпила, давление поднялось. Буквально там минут на 30 на 40. Вот. А потом обратно стала падать, как и было. То есть 90 на 50. Вот. И мы решили пойти подышать, в общем, свежим воздухом в лес. Как раз, пока у меня не сильно разболелась голова свежего воздуха, вот, я запишу вам видео. Видео будет об одном очень возмутительном случае в языковой школе. Ну, как муж у меня посещает сейчас прав курсы. И там вот произошел вот так давно такой, в общем, случай из ряда вон выходящий, скажем так. В общем, получилось как. У меня сейчас идут уроки вождения, начались. Теорию я сдала, а теперь я беру уроки вождения. Вот. И как раз на первый мой урок вождения попался так, то, что назначили мне термин. То есть, как бы вы, чтобы вы понимали, то есть я не сама прихожу и говорю там. Не, меня, конечно, спрашивают, когда вы хотите термин с утра или после обеда. Я, естественно, говорю с утра, потому что с утра я более-менее себя чувствую. После обеда у меня в основном болит голова постоянно. Вот. И я сказала, вернее, я не сказала, просто сказала, что я отец с утра в форме так. И фарлеру сделал мне термин. На 9 утра, кажется, был у меня термин первый. Уличный. Был у меня первый термин на 9 утра. Вот. А так как у нас маленький ребенок, вот, мужу пришлось, в общем, пропустить полтора часа занятий в школе. Он сидел с ней. Я быстренько откатала свои полтора часа. Ну, то есть, у меня получилось 2 пар штунды по 45 минут. Так вот, если перевести на обычное время, то полтора часа. В общем, муж потом пришел сразу в школу. И у него обычно вообще учитель, преподаватель, у него мужчина. А в этот раз заменяла... Мужчина был на больничном, преподаватель. И заменяла его женщина. Вот. Муж ее видел в первый раз, и она его видела в первый раз. Вот. И, в общем-то, когда он зашел в класс, то она начала спрашивать меня, где вы были там. Он ей объяснил, что вот сегодня уже на первом вождении. Так и так. Нужно было сидеть с ребенком, с маленьким. Больше некуда попросить. Вот. В общем-то, тут у этой преподавательницы... Я не знаю, у нее крышу, что ли, сорвало. В общем, ее... Нет, она строгая, она сказала. Я строгая. Ну да, она сказала, я очень строгая. И поэтому ее понесло. Ну, я, например, считаю, что это с ее стороны был расизм. Просто обычный расизм. Когда, допустим, с мужем учатся серитис там, да, и арабы. То есть, и она им ничего не говорит, когда они приходят там за час до конца учебы там, допустим, да. Или на час учебы. Она им ничего не говорит. Да вообще им никто не говорит. Не только она. И в этот день, когда он пришел, то есть, на его глазах уже к концу занятий, то есть, был такой случай то, что один сирийц попросил, в общем, можно я там на 30 минут пораньше уйду. Она сказала, да, окей. На час. А, нет, на час, да. Она хотела же ему записать в журнал, вот, то что, ну, время поставить. Она сказала, ой, давайте вы не будете писать, у меня потом будут проблемы с жопцентром. Все, она сказала, да, хорошо, окей. Вот. И тут подходит мой муж в журнал и видит то, что она ему, в общем-то, поставила то, что его не было там, да, это время. Вот. И самое интересное то, что тех, кого остальных не было, сирийцев, да, не все стоял, как будто они были на занятии. Вот. Поэтому из-за чего муж усмутился, то, что почему вы так мне высказываете, да. Она, в общем, высказывала, у нее были какие аргументы. То, что якобы она думала то, что он по восьмому параграфу, да, то, что у него нет гражданства. И она говорит, вот вы все приезжаете там, да, никто работать не хочет, все ходят там по несколько раз, сдают этот Б1 там учиться. Муж говорит, у меня уже есть гражданство с первого дня, как я здесь, в Германии. У меня и у всей моей семьи. Вот. Я гражданин в Германии. В общем-то, она, конечно, не поверила то, что у мужа есть гражданство. Вот. Начала дальше говорить, вот вы знаете, очень многих наших украинцев отправили целым автобусом назад. Вот. Потому что они там не учились, отсиживались, просто приходили на час посидеть. Вот. В общем, там, я просто не буду перечислять, что она говорила, что мне муж рассказал. В общем-то, было очень неприятно, и с ее стороны это выглядело просто как расизм. Потому что кому-то, да, другой национальности она ничего не говорит. При этом, как сказать, ты возносит национальность другую, я не буду говорить какую, да. А вот вы, типа, русские такие, вот вы все лоботрясы. Ну, ладно. Это еще не самое интересное. Потом, в общем, она говорит. Я, в общем, сейчас позвоню в школу, в автошколу, где ваша жена учится, и скажу, чтобы ей ставили форштунды после обеда, после того, как вы отучитесь. Вот. Ну, сказала, сказала. В общем, а у меня уже был назначен термин на следующий день. Через день. Через день, да. На... Опять на утро он мне назначен, потому что я... Сейчас повторю, именно утром я себя чувствую хорошо. У них... Ну, нормально, в общем, для езды пойдет. Вот. И, в общем-то, муж приходит домой. Я ему, ну, спрашиваю, а сколько у тебя там назначен следующий термин, в общем, через день. Я ему говорю, на такое-то, на такое-то время. И тут, значит, мне форлера звонит и говорит. Я вам перенес термин на 15 часов, то есть после обеда. Вот. Ну, я, естественно, конечно, не согласилась. Ну, в общем, я отказалась от предложенного у меня времени термина. Потому что мне удобно с утра. Вот. Вот. В общем, суть какая. То, что я посчитала, то, что она сделала неправильно. И это непозволительно с ее стороны переносить мне термин человеку, которого она вообще не знает, ни разу в жизни не видел, не знает мою ситуацию, да. И она позвонила, перенесла мне термин. Также я считаю со стороны форлера это тоже, ну, как сказать, недопустимо. Почему он слушает непонятно кого, он должен в первую очередь спросить у меня, удобно ли мне в это время прийти на вождение. Вот. В общем, скажу так. Ни мне, ни мужу сейчас нервничать нельзя. А эта ситуация, она была крайне возмутительная. Просто и она очень сильно подняла нам нервы обоим. И мне, и мужу. И, в общем-то, мы решили, что это просто так это оставлять нельзя. Вот. Когда муж пришел уже домой, все вот это, то есть мы узнали, что мне перенесли термин, муж позвонил в школу директору, поговорил с директором, сказал, если вы не проведете беседу с вашим преподавателем, нам придется написать на нее жалобу. Я тоже уже себе на лесочек написала жалобу. Я думаю, подожду день, если с ее стороны не будет никаких извинений. Соответственно, я напишу на нее жалобу. Я считаю ее поведение неправильным. Вот. Ну, слава богу, в первый день, именно в этот день, когда все это произошло, она позвонила и извинилась. Ну, вот, в общем. И, в общем-то, в этот день она позвонила и извинилась. Но извинилась она, конечно, не перед моим мужем. Она позвонила. Свои извинения передала через сестру мужа. Вот. Я думаю, почему так получилось, что она позвонила не лично мужу. Номер телефона у них в школе есть мужа. Ну, видимо, не дали его сначала. Скорее всего, мы думаем так, потому что муж на взводе, я на взводе. И можно говорить там кучу всего неприятного со всех сторон. Поэтому, дабы избежать этой ситуации, просто дали телефон сестры, чтобы она сказала то, что она думает. Вот. На следующий день он пришел в школу, получается. И я просто потом спросила, извинилась ли она вообще. Она извинялась там, наверное, целый час, да, Виш? Нет, целый час, но минут 30. Минут 30 она извинялась. Она сказала то, что извините, я поняла, что я была не права. Я просто не знала то, что там, ваша жена беременна, что у вас такая ситуация, что ему нельзя нервничать из-за его заболевания. Вот. Она сказала, да, я была не права, извините, пожалуйста. Она сказала, что мы не гордые, принимаем извинения. Ситуация улажена, налажена. Все, как говорится, на мази. Больше с ее стороны таких поступков не будет. Вот. Что ты видишь, говоришь? Теперь ты у нее лучший ученик, да? Муж говорит, я теперь у нее лучший ученик. Ага. Что она тебе говорит? Лучше всех разговаривает. Да. Что до этого, то ты вообще не можешь говорить по-немецки. Да. Все такое. А теперь лучше всех, оказывается, говоришь. Всего лишь год в Германии и лучше всех говоришь. Вот так вот. Вот такие бывают случаи. Так что, просто хотелось бы сказать, если у вас, допустим, будут такие случаи, да? В школе, да или не важно где, не только в школе. Надо уметь отстаивать свои права. Никогда не пускать ситуацию на самотек. В общем, сколько мы грибов набрали. Тут разные грибы. Всякие. И белые, и свинушки. Да, Витя? Подберезовики, да. Подберезовики даже есть. В общем, много грибов набрали. В общем, будем с вами прощаться. Всем пока-пока. Всем удачи. Чтобы все у вас у всех складывалось. Пишите мне комментарии, задавайте вопросы. Всем я рада. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все. Всем пока-пока.